О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. Выборы под стрельбу в Одесской области на избирательных участках, беспорядки и пальба. Чем завершилось голосование? Испанский визит, о чем президенту Порошенко удалось договориться в Мадриде? Не так назвали. Тысячи людей вышли на улицы Македонии. Почему протестуют? И при чем здесь Греция? Холст вместо боксерских перчаток. Как украинский спортсмен променял ринг на художественную мастерскую? Провокации, потасовки, сообщения о минировании и даже стрельба. Так сегодня проходили повторные выборы в одной из объединенных территориальных громад в Одесской области. Удалось ли в итоге проголосовать? Расскажут наши корреспонденты. Четыре избирательных участка Цебриковской объединенной территориальной громады открылись вовремя, но почти сразу приостановили работу. Поступило сообщение о минировании зданий. Ожидая взрывотехников, полиция территорию оградила, но на место прибыл народный депутат Вадим Ивченко. Он прорвался на участок, утверждая, что выборы незаконны. Не трогайте меня руками. Меня не трогайте руками. Не трогайте меня руками. Народный депутат ворвался сюда в помещение, переворачивал урны, раскидывал, кричал, что здесь можно испражниться вниз. На улице потасовка между полицией и протестующими против перевыборов. В это время у помощника, прибывшего нардепа, правоохранители обнаружили пистолет. Мужчину уложили на землю, оружие оказалось зарегистрированным травматом. Его ему вернули, но внезапно раздался выстрел. Мужчина утверждает, пистолет выстрелил сам, но очевидцы говорят другое. Я его вытаскивал в магазин. Он выстрелил. Что мне сделали? Его уводили в сторону, отдали ему оружие. После чего он в сторону полиции просто развернулся и выстрелил. Никаких документальных доказательств того, что выборы незаконны, нардеп так и не предоставил. Депутат облсовета предполагает, доказательств попросту нет. И задача народного депутата сорвать выборы. Вот и все, что происходит на сегодняшний день. Им все равно как. Они минируют. И здесь куча проплаченных активистов, которые приехали опять с Селичевского, с Килийского района. Пока взрывотехники проверяли участки, десятки жителей Цибриковской громады терпеливо ждали. И жаловались на провокаторов. Это специально делают задержку, чтобы не проголосовали, чтобы люди разошлись, чтобы люди боялись, чтобы люди не шли давать голос свой. Мы ждем до победы. Лишь после полудня избирательные участки снова открыли двери. У кабинок сразу выстроились очереди. Очевидно, голосование ждали многие. То, что делают коллеги, оппоненты, это абсолютно не демократия. Если есть какие-то вопросы, я считаю, они должны решаться в судах. Так как это дело наша политическая сила, добиваясь здесь повторных выборов. В итоге повторные выборы в Цибриковской ОТГ состоялись. И возможно уже завтра будут оглашены результаты. Напомню, выборные страсти здесь кипят с минувшей осени. Первое голосование было в октябре. Тогда в борьбе за кресло председателя ОТГ якобы победила кандидат от Батькивщины. Но ее оппоненты опротестовали это, указывая на нарушения и подтасовки. И в результате все-таки добились перевыборов. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область. Смертельная авария в Запорожье. БМВ на литовских номерах вылетел на тротуар и сбил маму с ребенком. Пятилетняя девочка скончалась в карете скорой. Мать умерла позже в реанимации. Очевидцы рассказали полиции, что иномарка ехала на большой скорости. И водитель не справился с управлением. После наезда пытался скрыться, но был задержан. По предварительной информации, водитель принимал участие в гонках с другим автомобилем. Его сопернику удалось сбежать. Полиции просят очевидцев ДТП помочь следствию. Еще одна авария с жертвами произошла накануне вечером в Херсонской области. На Днепре столкнулись две моторные лодки. Одна протаранила другую. Пострадали двое. Один из них, 41-летний мужчина, скончался по дороге в больницу. Второй, 8-летний ребенок, сейчас в реанимации. Водителя лодки, которая пошла на таран, задержали. Он был пьян. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. 28 обстрелов за сутки. Боевики на Донбассе не прекращают огонь по украинским позициям. И по-прежнему используют запрещенные в Минском тяжелые орудия. Трое наших военных ранены. Горячие точки Крымска, Авдеевка, Марьенко и Пивденная. На Приморском направлении украинские морские пограничники Мариупольского отряда тренировались отражать атаки противника на воде. В Азовском море прошли масштабные учения береговой охраны. Все подробности в материале нашего военкора Игоря Левенкова. Учения пограничников начинаются на рассвете. Катера береговой охраны выходят в море. Недалеко от Мариуполя ребята сразу же наткнулись на очередных браконьеров. Те на маломерном судне ловят бычков запрещенными тралами. Прикордонниками загона морской охраны затримано судно «Браконьер», которое с обороненными снарядами вылову действовало вылов бычка. Загальная сумма сбытков складает близко 1 миллиона гривен. Браконьеров передают сотрудникам рыболовецкой охраны. Корабли пограничников отправляются в акваторию Азовского моря. По легенде учений, морские пограничники должны отработать действия по сопровождению и защите гражданских судов в случае атаки диверсионно-разведывательных групп противника. Черный-желтый флаг означает приказу остановиться. Любое судно должно остановиться на этот сигнал. Если судно не останавливается, первым идет предупредительная сигнальная ракета красного цвета. Если на этот сигнал судно не отрабатывает, не отвечает, тогда производится предупредительный выстрел в воздух. Но на действия пограничников судно нарушителей не отвечает. Начинается второй этап учений – ведение боя с условным противником. Пограничники устанавливают дымовую завесу и открывают огонь. Цели поражены. Поставленные задачи пограничники выполнили. Командующий учениями дает оценку хорошо. На операции объединенных сил перед отрядами береговой охраны ставит дополнительные задачи. В Азовском море подобные учения недавно провели катера страны-агрессора. Перекрыли более 2000 километров акватории. Движение торговых судов было перекрыто в нарушение всех морских законов. Зупинка россиянами суден в море, повторное проведение огляду, отбирание пояснений – это все час, который не играет на руку как судновластику, так и команде, так и международной торговли в целом. Большинство же защитников морских рубежей Мариуполя – выходцы из Крыма, которые остались верными украинской присяге. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Игорь Щепят. Подробности – телеканал «Интер». Петр Порошенко прибыл в Испанию. Это первая официальная поездка украинского президента в эту страну за последние 22 года. Приехал он на несколько дней и сегодня уже побывал в Кафедральном соборе Аль-Мудена в Мадриде. Поговорил с представителями украинской диаспоры и помолился о мире. Как все было, видел Александр Васильченко. Кафедральный собор Аль-Мудена в Мадриде. На молитву за мир здесь собрались несколько тысяч представителей украинской диаспоры в Испании. Вместе с супругой службу посетил президент Петр Порошенко. Сегодня в Мадриде о мире молились не только на испанском. Часть службы провели на украинском языке. После молитвы к присутствующим обратился президент Порошенко. Он отметил, во времена, когда Украина вынуждена защищаться от нападения агрессора, нашей стране необходима поддержка каждого украинца. За несколько минут до начала службы Божьей, мы вместе с Мариною и всеми этими детьми заповнили книгу. Книгу миру. Это очень важная инициатива, которые дети из всей Украины, из всех куточков, от Закарпаття до Луганска, и украинцы из всего мира, сегодня из Мадриду и из Испании, заповнили свои молюнки, написали верши и желания. Порошенко подчеркнул, это первый официальный визит президента Украины в Испанию за последние 22 года. И здесь глава государства анонсировал подписание нового соглашения о соцсобеспечении. Подписание этой угодой в ближайшее время позволит снять отдельные проблемные вопросы в социальной сфере о защите украинцев и украинской громады. В конце службы в одном из старейших соборов Мадрида звучит гимн Украины. Не скрывая эмоции, присутствующие на службе делятся впечатлениями. Чтобы мы повернулись до своей земли, до своей Украины. Мы не хотим тут жить, мы хотим жить в Украине, на своей родной земле. Мы родители, они тут живут, они забывают нашу родную Украину, нашу малую. О важности такого мероприятия говорят и представители украинской официальной делегации. Министр иностранных дел Павел Клинкин отметил стремление соотечественников, даже находясь за рубежом, помогать своей родине. Официальные мероприятия украинской делегации на самом высоком уровне состоятся уже завтра. Запланированы встречи с премьер-министром Испании, главой Конгресса и депутатами. Также президент Петр Порошенко встретится с королем Испании Филиппом VI. Заканчивается визит, встреча с представителями деловых кругов. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Специально из Испании. Лечить нецелесообразно. Замминистра здравоохранения Александр Линчевский считает, что тратить деньги на помощь онкобольным украинцам за рубежом не имеет смысла. По его словам, четверть пациентов все равно умрут. О том, что расходы на лечение больных раком за рубежом следует сократить, чиновник дал понять во время отчета об эффективности использования бюджетных денег. В стенограмме приводятся его слова таким образом. Они все равно умрут без вариантов и эффективность этой программы 0%. Очередное обновление в Харьковской области. В Харьковской областной детской больнице совсем недавно там сделали капитальный ремонт, а сегодня губернатор вручила медикам современный аппарат для проведения УЗИ. Наши корреспонденты продолжат. Первая областная Харьковская детская больница. Сюда привозят детей с тяжелыми заболеваниями со всего региона. Почти полтысячи коек, две реанимации и специалисты узкого профиля. Именно здесь две недели назад принимали ребят после отравления газом в одной из харьковских школ. Ежегодно мы оперируем около 7-8 тысяч деток. То есть огромная клиника, огромная, многопрофильная. Работаем в режиме круглосуточном. Из 39 возможных специальностей, которые утверждены в Украине, детских специальностей, мы можем оказать помощь по 35. Жительница Харькова Ольга Павленко возит сюда свою дочь уже 8 лет. Девочка наблюдается у врачей с первых дней жизни. Патологии у меня были серьезные, которые здесь вот, хотя очень сложные, но здесь вот как бы сделали, наверное, невозможное. Сюда приезжаем, потому что мы их знаем, они нас лечат, и они уже знают историю ребенка с самого рождения. Медики стараются создать атмосферу, в которой дети не боялись бы врачей. Батареи стали карандашами, а у томографа ребятишек встречает врач-хирург в костюме зебры. А это уже музейные экспонаты. В медоскопической операционной показывают монеты, крестики, гвозди, которые проглотили маленькие пациенты. Всевозможные народные дела тоже очень сложные для извлечения, и волки, и все кости. Челюстно-лицевые хирурги создали школу, где учат чистить зубы. Мы даем в руки детине щелепу. Мы даем в руки детине зубную щитку, и манипулируем, показываем, как правильно делать. Кроме ремонта, больница нуждается в современном оборудовании. От областных властей врачи получили подарок – аппарат УЗИ, при помощи которого можно делать высокоточное исследование даже младенцам. Тут ликуются дети из Донецкой и Луганской областей. Поэтому мы укрепляем материально-техническую базу. Лекарня минулого года получила 21 единицу медической техники, которая так не была необходима для того, чтобы проводить и оперативное втручание, и послеоперативную реабилитацию. Поэтому сегодня также привезли надсучасный УЗИ-аппарат, который будет помогать в диагностике. Новое медицинское оборудование в этом году получат и другие больницы в Харьковской области. Деньги на это появились благодаря бюджетной децентрализации. Анастасия Крылатая, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности – телеканал «Интер» Харьков. Израильская авиация снова ударила по объектам Хамаса в секторе Газа. Это ответ на вчерашний ракетный обстрел по территории Израиля. Тогда по меньшей мере четыре снаряда были выпущены с территории Газы. Три ракеты удалось перехватить, четвертая упала, не достигнув цели. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот обстрел. Израильская армия заявила, что в результате ответного удара поражены 10 объектов Хамас. О жертвах не сообщается. Под ударом, правда, политическим оказался и премьер-министр Израиля. На него посыпались новые обвинения. На этот раз в том, что он якобы приказал установить прослушку у главы разведки МОСАД. Все подробности знает Григорий Бадон. Премьер Нетаньягу снова под ударом. Теперь его обвиняют в том, что якобы в прошлом он приказал главе общей службы безопасности Шабак прослушивать разговоры глав генштаба и внешней разведки МОСАД. Об этом рассказал в телевизионном интервью бывший глава МОСАДа Тамир Пардо. Как стало известно, около шести лет назад Нетаньягу готовился к удару по Ирану. Возможно, в этой связи он был одержим подозрениями о враждебной прослушке, требовал отключать любую связь во время секретных заседаний и экранировать местоположение машин сопровождения. Параллельно с целью предотвратить утечки информации было дано указание прослушивать ближайшее окружение. МОСАД это не мафия и не преступная группировка, чтобы его прослушивать. Это прекрасная организация, которая делает священную работу, и мы все отдаем ей дань великого уважения. На подмогу премьеру пришли многие друзья из бывших, офицеры и главы спецслужб. Они назвали обвинения бредом и пустыми нападками. Вообще, в Израиле к таким вещам относятся по-семейному. Не важно, кто кого прослушивал, важно, что все делают общее дело в борьбе с террором. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Израиль, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. Пекин может отказаться от торговых договоренностей с Вашингтоном в случае повышения таможенных пошлин на китайские товары. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства коммерции КНР. Его опубликовали по итогам очередного раунда торговых переговоров Китая и США. Они прошли в эти выходные и не уменьшался успехом. Ранее стороны договорились выровнять торговый баланс. В частности, Пекин согласился увеличить импорт товаров и услуги Соединенных Штатов. Напомню, 1 июня США ввели пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий для Мексики, Канады и стран Евросоюза. А на прошлой неделе Вашингтон в очередной раз пригрозил ввести пошлины еще и на китайский импорт. Вашингтон хочет оплатить проживание северокорейской делегации во время саммита в Сингапуре. Однако боится, что Пхеньян воспримет это как оскорбление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами двух стран. Газета пишет, что Пхеньян изъявил желание, чтобы за проживание заплатило другое государство, однако не озвучил какое. Поэтому американские должностные лица, возможно, попросят Сингапур покрыть за расходы. Напомню, саммит США и КНДР состоится 12 июня. В Македонии массовые антиправительственные протесты. Сторонники оппозиции требуют провести досрочные парламентские выборы и обвиняют правительство в сдачу национальных интересов. Все из-за того, что власти готовы переименовать страну. Обо всем подробнее Татьяна Лагунова. Под барабанную дробь по улицам Скопья маршем прошли десятки тысяч человек. Все они сторонники крупнейшей оппозиционной партии страны и противники переименования Македонии. Республика Македония это независимое государство, народ которого имеет свою идентичность и свой язык. И мы против любых сделок по поводу названия нашей страны. Только Македония и никак иначе. Мы не примем иного варианта. Переименование требует Греция. В этой стране есть область, которая тоже называется Македония. И в Афинах опасаются, что Скопья может предъявить на нее территориальные претензии. Греки выдвинули ультиматум. Пока македонцы не назовут свою страну как-то иначе, Афины будут блокировать ее вступление в НАТО и ЕС. Премьер Македонии заявил, что компромисс возможен. И он готов вынести этот вопрос на референдум. Мы рассмотрели несколько вариантов, и один из них приемлем для обеих сторон. Мы продолжим консультации и посмотрим, возможно ли реализовать это решение на практике. Планируется, что референдум состоится осенью, а вот какое название предложат гражданам, пока непонятно. Официально потенциальное новое название пока не озвучивали, Но СМИ уже называют возможные варианты. Их несколько. Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония и Республика Македония Скопье. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Украинское искусство в Нью-Йорке. В США в эти выходные проходит первая персональная выставка украинской художницы Зинаиды. Еще до ее открытия местная пресса включила это событие в десятку самых ожидаемых событий начала лета. Насколько оправдался этот прогноз, как публика приняла украинские работы, об этом гостей расспросил Дмитрий Анопченко. Это Челси, уютный район в Нижнем Манхэттене, где прогуливаясь обязательно встретишь людей с мольбертами. Ведь эта часть Нью-Йорка считается центром изобразительного искусства. А в современных зданиях и на территории бывших складов, реконструированных в 90-е, огромное количество галерей. Именно здесь и проходит персональная выставка украинской художницы. Публики много и самой разнообразной, как разнообразен и сам Нью-Йорк. Разные национальности, разные языки, но посетителям все понятно и без перевода. Это очень сильная женская история. Мне безумно понравилась. Тема женщин становится все более важной во всем мире. И эта выставка о том же и говорит. О сильных женщинах, которые смогли изменить украинскую историю, стали ее частью. Мы понимаем наратив событий на Майдане. И мы понимаем певные пережития внутренних женщин, которые там были, через то, что в этом зале. То, что находится внизу в видео, оно больше документация событий, которая совсем не понимает американцев, но очень хорошо воспринимается как мистерство. Эти слова о второй части экспозиции. На большом экране видеоработа Зинаиды Билла Труна. Результат многочисленных экспедиций художницы в Карпаты, где она изучает украинскую культуру и исторические символы. У ордпространства, где расположилась выставка, есть еще одна не менее важная функция. Психологическая реабилитация тех, кто прошел войну. Как американских военных, за плечами которых Ирак и Афганистан, так и украинских ребят, которые в штатах лечатся от травм, полученных на войне. Что я могу делать, как митец? Конечно, помогать инструментам через мистерство. То есть, я сделала такой курс арт-реабилитации, который я провожу как волонтер в госпиталях, реабилитационных центрах. И также я привезла материалы для того, чтобы провести этот курс тут, с местными ветеранами. И поэтому в зале, где выставка Зинаиды будет проходить еще месяц, всегда будут посетители. Ведь она о том, что важно для людей по обе стороны океана. И все равно, на каком языке они говорят. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. С боксерского ринга в художественную мастерскую во Львове спортсмен решил завершить карьеру, чтобы писать картины. Что заставило мужчину сменить профессию, узнавала Галина Якушко. Это один из последних поединков кандидата в мастера спорта Ивана Притулы. Боксом он занимался профессионально и неплохо этим зарабатывал. Завершить свою почти десятилетнюю карьеру заставило желание рисовать, сменить боксерские перчатки на холст и мольберт подсказал сон. Было картин много червоных, червоного кольора. Я уже не помню, какие они там именно были. Что те самые, какие сейчас, а еще не те. Но была картина галерея, выставка. Згадаю какую-то выставку. Ну, это моя неправда. Стены своей мастерской Притулы расписал стихами Лины Костенко. Перчатки повесил на гвоздь, как напоминание о прошлой жизни. Все картины в экспрессивном красном цвете. На них женщина с черными волосами. Ни на камеру художник признается. Это бывшая возлюбленная. Тут взагалі мали бути на цій картині дві лелеки. І вже я їх почав малювати. Я відчуваю, що тут щось не те має бути. Має щось бути інше. Має бути червоний кольор, экспрессивний. Чорний має бути якась жінка. Взяв мастеркин до рук, фарбу. І поняв, що тут лелека не місце. Тут має бути Джулия. Це одна із перших робот художника-боксера. Гвоздя художник не собирается. Говорить, к поединкам приходилось готовиться. А к творчеству он был готов всегда. Я відчуваю, що відпочиваю. Так? Так, це відпочинок. Галина і Кошки, Юрий Голубинко. Подробності телеканал «Интер» Львов. Молодость заканчивається. На почтовій площади в столиці подводят итоги Международного київського кінофестиваля. В течіні недели зрители посмотрели почти две сотні фільмов. А вот тепер жюри награждають лучших. За церемонией следит наш корреспондент Ольга Теребинська. Она на прямой связи со студією. Оля, здрасте, що там сейчас происходит? Да, здравствуй, Катя. Ми сейчас знаходимося на почтовій площади, где прямо в эти минуты позади нас происходит церемонія награждения победителей 47-го кінофестиваля «Молодость». Мероприятие в этом году впервые проходит в теплую пору, що дало у вас можливість не тільки проводити здесь открытия і закриття фестиваля, но і превратити почтовую площадь на целых 5 днів в масштабний кинотеатр под открытым небом. Це можливість цього періоду розширити нашу аудиторію, ініціювати культурний туризм щодо фестивалю. Весна, літо – це все ж таки для Києва гарна. І для мене щастя, як таке поширення іміджу Києва і України, коли деякі наші іноземці приїхали перші сюди, вони просто зачаровані містом. Чого осінню під дождь не завжди побачиш. В цьому году в рамках кінофестиваля показали около 200 фільмов со всього мира. В національной програмі за главну награду статуэтку «Скифский олень» і 50 тисяч гривен боролись 21 короткометражний фільм. А гран-при фестиваля в цьому году составляє 10 тисяч доларів. Ще напомню, що молодість – це в першу чергу фестиваль дебютного кіно. І начинали здесь в своє время свій путь легендарні Гаспар Ное і Франсуа Озон. В цьому году за победу в конкурсной програмі сражались 12 дебютантів. Нас молодість позвала. Молодість позвала, дуже интересно звучить. Ну вот і ми прийшли. Здесь, і все. Є сильні роботи, є не такі сильні. Вот і все. Я видів з конкурсной програмі шість фільмів чи п'ять фільмів. Почти з половиною. І мені дуже подобається фільм з Парагвай. По-английськи він називається «Heroses». Ось дуже хороший фільм. Ще одна особливість молоді – це спеціальна програма фільмів на ЛГБТ-тематику. Вчера победу в цьому конкурсі получил фільм «Наследниця» парагвайського режиссера Марселу Мартинесі. Поки що імена победителей основного конкурса неизвестны, бо церемонія все ще продовжається. Кінокритики делают ставки на шведський фільм «Ворони» і на картину ко-продукції Перу і Норвегії «Ритабло». Але вот согласны ли с ними жюри – це ми скоро узнаем. І назовем вам імя обладателя гран-при молодости вже завтра. Кать? Спасибо, Оля. Ольга Теребинская була на связі со студією і з последніми новостями Київського міжнародного кінофестиваля «Молодость». Як красиво прыгнуть с 30-метровой скалы, кого в Лондоне спас Шерлок Холмс і скільки стоїть най-дорогий «Феррари» в мире. Об'ятому не тільки далі в нашому обзоре. «Кто лучше прыгнет со скалы» – соревнуються в Техасе. Там проходит чемпионат мира по клифф-дайвингу. Участники бросаются в воду с высоты 27 метров і при этом умудряются исполнять в воздухе сложные пируэты. Оценивает выступление професіональне жюри. «Кто лучше прыгнет со скалы» – соревнуються в Техасе. «Кто лучше прыгнуть со скалы» – соревнуються в Техасе. В центре истории маньяк-насильник. События происходят с работниками киноиндустрии. По словам режиссера, он обсуждает идею фильма с одним французским продюсером. За полгода в сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна обвинили около полусотни женщин. «Умный зонт» придумали японцы. Главная особенность аксессуара – его не нужно держать в руках. К зонту прикреплен дрон с камерами. Он улавливает движение человека, а беспилотный аппарат сам следует за хозяином. Продавать собираются в следующем году по 275 долларов. Выжить любой ценой. В китайском ресторане рак сбежал из кастрюли, откусив собственную клешню. Вероятно, она мешала ему двигаться. Видео побега собрало в Фейсбуке почти миллион просмотров. Пользователь, который выложил ролик, рассказал, что забрал рака к себе в качестве домашнего питомца. Сладкое побоище. В графстве Кент провели традиционную битву тортами. Люди бросали в друг друга пирогами с заварным кремом. Всего использовали около двух тысяч снарядов. Соревновались 32 команды, три приехали из далекой Японии. Мероприятие проводят уже 51 год подряд. Спорткар «Феррари» продали в США за рекордную сумму в 70 миллионов долларов. Это модель 250 GTO 63-го года выпуска. Тем не менее, автомобиль в идеальном состоянии и ни разу не попадал в аварию. 54 года назад именно этот «Феррари» победил в гонке «Тур де Франс». Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности я в прямом эфире. Увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok